Почти два года назад, 30 января, в этом доме на транспортной 40 произошел страшный пожар. Огнем уничтожено почти все имущество. В огне пострадал хозяин дома Алексей Алексеев. Он попал в больницу и ему вынуждены были ампутировать обе ноги. Через три месяца Алексею Алексееву исполнится 50 лет. Он родился в Москве. С 1993 года жил в Ульяновске, в доме на транспортной 40, с матерью. Работал слесарем в управляющей компании и на здоровье не жаловался. Мужчина мечтал о семье и детях, но планам не суждено было сбыться. В 2019 году похоронил маму и остался один. 30 января, в его день рождения, в доме случился пожар. Огонь перекинулся на его половину от соседей. Ко мне пришел, приятель зашел. Ну вот, тоже с тупей. И, короче, сидели, телевизор работал, все. По рюмке выпили. Я тогда не пил, просто по рюмке выпили и все. И, короче, из-под стены дым повалил. Приехали пожарные, потушили огонь. Водой и пеной залили весь дом. Спасая вещи и документы, Алексей промочил ноги. Несколько часов провел на холоде и отморозил ступни. Они начали отекать. Но он не обратил на это внимания и продолжал работать. К весне ноги стали чернеть. Пришлось идти в больницу. Врачи заключили. Причиной стало обморожение в день пожара. Обе ступни и голени ниже колен пришлось ампутировать. Это было 22 марта. Никак нельзя было спасти? Нет. Все уже сказали. То есть вы поздно обратились? Ну, получается, да. Я фактически так-то... Но я не знал, что это обморожение. Алексей Алексеев прописан на транспортной. Другого жилья и родственников у него нет. Летом мужчина обратился к специалистам соцзащиты по месту прописки. Там выдали список документов на получение социального жилья. Однако собрать документы Алексей не может. Ему сложно ходить. Денег на такси нет. После ампутации ног ему дали вторую рабочую группу инвалидности и выплачивали пенсию. Уже пенсия начислялась. Я здесь начал снимать квартиру. Мне хватало. И в августе месяце у меня, это как у пенсии, ну, надо было пройти в ТЭК. Я заболел. Мне надо каждый год подтверждать, что у меня ноги не отрасли. Никаких социальных пособий и выплат Алексей не получает. Пресс-секретарь Министерства социального развития рассказал нашей редакции, что ведомство знает о ситуации. Но из-за того, что мужчина официально нигде не работает и якобы злоупотребляет алкоголем, никаких выплат ему не положено. А по словам соседей и знакомых, Алексей Алексеев проблем с алкоголем не имеет. Мы его пожалели и взяли к себе, что ему негде находиться, вот в таком состоянии жить. Это собачьего поднимешь из улицы, пожалеешь и погладишь. А это человек, ему никто не оказывает помощь. Я была с ним по всем, где, чтобы оказать, просить помощь ему. А ему отказали. Хозяин квартиры, которую больше года снимал Алексей Алексеев, подтвердил, что мужчина исправно вносил арендную плату, жил тихо, спокойно и алкоголем не злоупотреблял. Валит без ноги. К нему можно пойти как бы навстречу. В пьянке, по крайней мере, мною замечен не был. Я не часто так появлялся там, но я его не видел ни пьяным, никаким. То есть всегда достаточно чисто, как можно без ногого человека вообще отправить на втек, что у него ноги же не вырастут. То есть ему выплаты, я так понял, прекратили все эти. Пока Алексей Алексеев собирает справки, чтобы продлить инвалидность, мы обратились в агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, чтобы узнать, может ли человек с ампутированными ногами получить новую профессию и работу. Во-первых, я должен сказать, что в первую очередь необходимо будет пройти профориционное тестирование с точки зрения того, чтобы определить у него склонность к той или иной профессии. В этом, конечно, помогут наши карьерные консультанты. Кроме того, наш замечательный проект, национальный проект «Демография» позволяет пройти переобучение различным категориям населения, в том числе и людям с инвалидностью. В федеральном законе о занятости есть раздел о сопровождении инвалидов до трудоустройства. Этим занимаются карьерные консультанты службы занятости. Павел Калашников пообещал, что Алексею Алексееву адресно помогут получить новую профессию и найти работу. Посмотрим его ситуацию жизненную, то есть в чем в первую очередь необходима ему помощь с точки зрения переобучения, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда. Это тоже очень немаловажно. Алексею Алексееву и тем, кто оказался в похожей ситуации, не может найти из нее выхода, нужно обратиться в территориальный филиал кадрового центра. Они есть в каждом районе Ульяновской области. Здесь будет составлен индивидуальный план поиска работы. Это позволит человеку понять, что делать и как жить дальше. Ну а нам хотелось бы верить, что герой этой истории встретит сочувствие, понимание и помощь со стороны чиновников. Валентина Никонова, Александр Кудряшов и Олег Тончин. Улправда ТВ.